Всем привет! Привет, Олег! Меня зовут Квачев Дмитрий. Да, Олег, привет! И остальным тоже привет-то смотрят. Меня зовут Чернобаев Николай. Первый наш проект — это WebStudio, IT Loft называется. В принципе, с нее у нас все, наверное, и мешалось. Ну, WebStudio, как WebStudio, стараемся делать хорошие, красивые по дизайну сайты и сервисы. Существуем, наверное, три с половиной года примерно. Но это не самый наш интересный проект. Самый интересный — это Looblog, Кожа, расскажи. Looblog — это портал видеороков, СМИ и сообщество IT-специалистов. То есть задумывалось это изначально, как... Поэтому название такое, но в итоге оно прижилось. Думали, что это будет просто блог от нашей студии, но он очень быстро стал чем-то обособленным. И в итоге он превратился в крупное сообщество с посещаемостью больше 60 тысяч в месяц на сайте, на ютюбе 30 тысяч подписчиков и в социальных сетях совокупно где-то еще около 20 тысяч. Вот. И что из себя это представляет? Это еженедельно выходящие как минимум два урока. Обычно одно-два интервью. Уроки бывают по отдельности, а бывают в курсах каких-то, то есть где мы обучаем от каких-то основ для чего-то более сложного. И также это живые встречи, хакатоны, митапы нашего сообщества всех. Здесь мы обычно пока проводим только в Питере и Москве. Планируем еще и в других городах, потому что у нас на самом деле сообщество в очень многих городах, не только России, но и стран СНГ. И вот такая мечта есть – поехать в турне по городам и живые встречи с подписчиками настраивать. Вот. То есть на последнюю встречу пришло около 65, по-моему, человек. Да, мы недавно проводили в Москве первую большую для нас уже конференцию, митап. Вот. Ну, вот это лоблог, да? То есть подведя итог, что Коля сказал, лоблог – это видеоуроки, СМИ, живые встречи. Да, и все бесплатно. Вот, что еще можно проискать. То есть это такой проект, который нацелен на самообразование. То есть если у вас есть должная дисциплина, должное время, которое вы можете выделить, то вы через лоблог с помощью самообразования сможете научиться в очень многом. И также его особенность является то, что любой может попробовать себя. То есть мы постоянно открыты. Если человек хочет о себе заявить, чем это может быть ему интересно. Просто свои же знания закрепить, поделиться чем-то, посмотреть фидбэк. То есть у нас человек выкладывает урок, кто-то хочет к нам присоединиться, например, записывает урок по технологии, которой у нас сейчас, допустим, нет. И он его в течение нескольких дней смотрит от тысячи до двух тысяч человек и так далее. Он получает фидбэк, ему самому становится что-то более понятно, он узнает больше о себе, узнает об сообществе. И также в перспективе он становится более интересным потенциальным работодателем, потому что сейчас лоблог хорошо знают уже как в небольших студиях, так и в крупных компаниях, потому что мы сами стараемся сообщество развивать и о нем везде рассказывать. И в целом уже мы такие достаточно известные в мире, по крайней мере, веб-разработки. Ну и плавненько переходим к третьему проекту. Я долго сильно про него рассказывать не буду, называется Loft School. Это платное обучение с наставниками. То есть, лоблог, в чем его минус? То, что ты все время смотришь сам, да, ты можешь задать вопросы, ты можешь общаться в комментариях, но ты не можешь непосредственно учиться вот так вот рука в руку у специалиста. А это сейчас очень востребованная вещь. То есть, Loft School представляет из себя сейчас 6 курсов. Это веб-разработка и всякие смежные технологии, там Android-разработка и так далее. Можно зайти посмотреть. Мы планируем все расширять количество курсов, но суть в чем, что это курс, у которого есть какая-то программа, есть домашние задания, есть преподаватели, есть методические материалы, видео, встречи, вебинары, Skype-чат с одногруппниками. То есть, образование такое уже более приближенное к такому школьно-институтскому, то, что мы привыкли видеть, но в формате онлайн, то есть удаленно. У нас ученики со всего мира, это Россия и все СНГ бывшее, а также Европа, Израиль, Амстердам, Сан-Франциско, то есть из Америки, из Канады у нас ученики. Ну, естественно, все русскоговорящие ребята с разных стран, откуда только не появляются все время новые. Вот, ну, в принципе, наверное... Да, что можно добавить, что это еще идея большая в том, что это интенсивы. То есть мы стараемся за ней, там, не как в университетах и школах годами учить, мы стараемся за какой-то там сжатый срок, 2-3 месяца или месяц, дать чисто практические знания, чтобы человек уже мог сразу же идти в бой. Понятно. То есть, если я правильно понял, то...